Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала «Про цветок». С вами Анастасия Гулис. И сегодня я бы хотела рассказать про самые мои любимые растения для лекарственного цветника. Все мы прекрасно знаем, что большинство лекарственных растений не просто полезные, они очень красивые. Есть десятка лидеров, на мой взгляд, которые наряду со своей красотой несут невероятный аромат в наш сад, привлекают множество полезных насекомых и способны лечить наши, пусть может даже не очень значительные заболевания, но всегда быть под рукой. И, конечно, эти растения всегда будут желанными гостями в нашем саду. Первым из них является тимьян ползучий или богородская травка. Наверняка многие из вас сталкивались с этим растением неоднократно на сухой опушке леса, среди сосняка. Очень часто летом в июне-июле месяце цветет мелкими сиреневыми цветками маленькая ползучая невысокая трава. На ней всегда на цветках огромное количество шмелей и пчел. Как и все представители семейства губоцветные, тимьян является отличным медоносом. Кроме того, что он отличный медонос, его лекарственная трава используется для лечения многих заболеваний, и она необходима в каждой домашней аптечке. Прежде всего, это часто преследующие нас в зимнее время заболевания верхних дыхательных путей. Различного рода бронхиты, катары дыхательных путей, ларингиты, просто раздраженность носоглотки от переохлаждения прекрасно лечатся теплым чаем из тимьяна, заваренного в течение 5 минут. Кроме тимьяна ползучего, можно использовать тимьян лимонопахнущий. Это естественный гибрид тимьяна ползучего и тимьяна блошиного. Кроме простудных заболеваний, тимьян помогает при синдроме раздраженного кишечника, он помогает снизить незначительно артериальное давление и является неплохим желчегонным средством. Вторым моим любимым растением на цветнике является душица лекарственная или душица обыкновенная. Это тоже очень популярное растение, имеет оно как декоративные сорта с различными окрашенными листьями, с белыми цветками, различной высоты, есть очень красивая компактная форма душицы лекарственной. Так есть у нее и сорта, которые отличаются повышенным содержанием лекарственных веществ. Действующие вещества у нее похожи на действующие вещества тимьяна, поскольку они относятся к одному семейству губоцветные. И в принципе действующее действие на организм у душицы сходное с действием тимьяна. Ее также применяют как отхаркивающее средство, как средство для лечения различных простудных заболеваний, успокоительное средство. Есть особенность у душицы, она считается женской травой, причем она может быть опасна для женщины в период беременности, поскольку ее применение может вызывать выкидыш, особенно на ранних сроках. Так и она очень полезна для женщин в период приближающейся менопаузы, поскольку она стимулирует выработку женских половых гормонов и способна отложить наступление климакса. Очень ценное для женщин растение это мята. Видов мяты, которые встречаются в природе, более 20. Чаще всего на самом деле мы в саду выращиваем не видовые мяты, а гибриды. Самыми популярными из них являются мята перечная. Это гибрид мяты водяной и мяты курчавой. Это естественный природный гибрид и выращиваются, как правило, две его разновидности. Мята белая или английская и мята черная или перечная. Но в целом оба подвида называются как мята перечная. Они отличаются содержанием ментола и отличаются внешним видом. Мята перечная это очень популярное лекарственное растение, которое входит во все фармакопеи мира. Она используется как в чистом виде, так и для получения лекарственного сырья. Чаще всего это ментоловое масло. Какую же пользу может нам принести мятный чай? Это хорошее средство для тех, кто страдает гастритом с пониженной кислотностью. Также это очень хорошее средство для тех, у кого бывают желудочно-кишечные колики, вздутие живота. Мята способна снижать сердцебиение. Сам ментол входит в состав сердечных капель. Мятное масло способно снижать раздражительность. Просто вдыхание ментола может уменьшать головные боли. Еще одним популярным душистым и декоративным растением из семейства губоцветной является монарда. Наверняка многие пробовали выращивать это растение. И покупая семена разных видов, не всегда получали предсказуемый результат. Поскольку наиболее декоративным видом монарды является монарда двойчатая. Монарда двойчатая отличается красиво красными цветами. У нее цветы действительно яркие, чистого цвета. Есть сорта у монарды двойчатой невысокие, отличающиеся маленьким ростом. И само растение этого вида имеет сильно выраженный запах бергамота. И чаще всего чай с бергамотом, если это чай средней и низкой ценовой категории, в качестве ароматизатора там используется не цитрусовое растение, бергамот, который стоит очень дорого. А как правило используется именно трава монарды, либо ее эфирное масло. Само по себе это растение, кроме того, что оно красиво, оно обладает хорошими лекарственными свойствами. Как и все виды монарды, она обладает антисептическими свойствами. Распыление в воздухе эфирного масла монарды, либо ингаляция им. Снижают количество активных бактерий, стафилококков различных. Также оно уменьшает количество микроорганизмов и подавляет их рост и развитие. В соответствии с тем, что это эфирное масло является антисептиком, оно широко используется для лечения стоматитов, заболеваний горла, носоглотки. Кроме того, как и другие представители семейства губоцветные, оно способно снижать спазмы желудка, уменьшать метеоризм. Другой вид монарды, который часто пытаются выращивать вместо монарды двойчатой, это монарда дудчатая. Этот вид монарды чаще всего имеет цветки сиреневых различных оттенков. Есть сорта с белыми цветами и у него есть форма с ярко выраженным лимонным ароматом. Она так и называется монарда лимонно пахнущая. В целом, этот вид отличается как по запаху, так и по внешнему виду. Но лекарственные свойства очень схожи с лекарственными свойствами монарды двойчатой. Еще одно прекрасное растение на ароматической лекарственной клумбе – это котовник кошачий. Растение, как и монарда дудчатая, отличается лимонным запахом и очень часто привлекает к себе внимание котов. Но на человека это растение так не действует, вы не будете валяться по грядке. Но это растение способно снизить немного артериальное давление, также оно улучшает состояние желудка, обладает успокоительным действием. Ну и кроме того, оно хорошо его использовать в качестве компонентов лекарственных чаев при простуде, при заболевании дыхательных путей. Мелисса лекарственная – это растение, которое очень часто в народе путают с котовником. Внешне эти растения действительно похожи, они похожи и по запаху. Но это разные виды, и они отличаются несколько по своим лекарственным свойствам. Мелисса лекарственная обладает хорошими успокоительными свойствами. Она улучшает аппетит, является желчегонным средством. Ну, соответственно, раз она желчегонное средство, то ее нужно с осторожностью употреблять при желчекаменной болезни. Также это растение хорошо употреблять, если у вас ранний токсикоз беременных. Но употреблять не внутрь, а просто нюхать сорванные листочки, то есть вдыхая само эфирное масло. И еще одно растение из семейства губоцветное, которое часто используется как и на обычных цветниках, так и в качестве пряности, в качестве лекарственного растения – это и соп лекарственный. По вкусу и запах он напоминает розмарин лекарственный, но выращивается гораздо проще, без всяких проблем. Зимует он в средней полосе России, в Беларуси, на Украине. Прекрасно растет из семян. Лекарственные свойства его – это мощный природный антисептик, который используется при кашле, бронхите. Может использоваться для снижения симптомов бронхиальной астмы. В качестве отвлекающего средства используется при ревматизме. И в народной медицине он используется также при стенокардии для снятия приступов. Еще одно прекрасное растение для лечебного цветника – это лаванда. Если у вас светлое солнечное место с легкой почвой, то лаванда будет отлично расти на нем. Чаще всего это растение использовалось в народной медицине Болгарии. И сейчас оно входит в фармакопеи многих стран мира. Чаще всего как элемент для получения лекарства. Из нее получают эфирное лавандовое масло, которое используется как в качестве отдушки, так и как самостоятельное действующее вещество. Но лучше всего лаванда проявляет свои свойства при лечении заболеваний верхних дыхательных путей. Также она хорошо помогает для снятия симптомов мигрени. Используют ее и при лечении мочекаменной болезни в качестве одного из компонентов мочегонного сбора, способствующего растворению камней. Также эфирное масло лаванды имеет большую ценность для изготовления мазей, которые используются при лечении ожогов, либо сильных ран. Использование лавандового масла помогает заживлению с уменьшением рубцовой поверхности. То есть образуются менее грубые рубцы на коже. Еще одно очень ценное растение для цветника и для лечения – это шалфей лекарственный. Мало того, что это растение просто очень красиво, отличается серебристыми листочками, синими цветами, это растение еще и очень ценное с медицинской точки зрения. Шалфей лекарственный – это одно из самых древних лекарственных растений. Его использовали в древней Гриции, Риме и продолжают использовать до сих пор, хотя очень многие средства, которые использовались в давние времена, не подтвердили свою состоятельность как лечебные. Шалфей подтверждает. Но самое основное его действие – это антисептическое. То есть он способствует снижению количества патогенных бактерий, различных грибков и уменьшает кашель, уменьшает воспаление носоглотки. Если вы не будете его использовать как лекарство, он является прекрасной приправой для птицы, для рыбных блюд он очень хорошо подходит. То есть в принципе все растения, которые я сегодня назвала, они могут использоваться как приправы, как элементы чая. Но не стоит забывать о том, что любое растение, особенно лекарственное, за счет того, что содержат активные действующие вещества какие-то, они могут вызывать нежелательные явления. То есть всегда контролируйте свое состояние, старайтесь не заниматься самолечением без нужды, особенно если вы находитесь в интересном положении, особенно если имеются какие-то серьезные заболевания. Всегда контролируйте свое состояние и консультируйтесь с лечащим врачом. Любой совет из интернета делите на два. Надеюсь, мои советы помогут вам создать красивый и полезный цветник в вашем саду, а также улучшить ваше самочувствие. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь, ставьте лайки. Редактор субтитров А.Семкин